Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня первый день за последнюю неделю, когда я, можно сказать, чувствую себя человеком, потому что в последние дни я очень сильно болел. Но сегодня я снова в строю, и хотя мне сложно еще говорить на самом-то деле, я хочу поднять тему главных крипто-тенденций в 2019 году с моей точки зрения. Речь пойдет о том, что действительно будет иметь значение для криптовалюты в 2019 году. Я хочу сказать, что это будет, можно сказать, список того, что меня интересует. Я подкрепил его какими-то причинами и фактами, а также личным опытом. Надеюсь, вам понравится это видео. Если это действительно будет так, то почему бы не поставить ему лайк? Поэтому погнали смотреть интро, и сразу же переходим к теме. Начнем с пятого места. Это децентрализованные биржи, о которых мы просили в течение всего 2018 года. И, наконец, увидим их в 2019. Некоторые крупные децентрализованные биржи появятся в сети, и причина, по которой мы хотим этого, заключается в том, что при децентрализованном обмене вы храните ваши собственные средства, чтобы вы могли использовать их напрямую. Например, для каких-то личных нужд. Это сильно отличается от того, что у нас сейчас есть. Потому что если вы отправляете свои средства на Binance, KuCoin или Coinbase, то технически они могут сделать с ними все, что захотят. Децентрализованные биржи вернут нам контроль над собственными средствами. К тому же они обеспечивают более быстрое выполнение заказов участников биржи. Тем не менее, уже сейчас можно найти децентрализованные биржи еще в эмбриональной стадии развития. Например, DEX. Ну и, конечно, не стоит забывать о Binance с их проектом децентрализованной биржи. Будет много конкуренции, и это хорошо на самом деле. И хотя в этой сфере работает уже достаточно много опытных людей, которые создают хорошие продукты, она все еще далеко от идеала. Например, каким образом на децентрализованной бирже настроить поддержку клиентов? Или как будет поддерживаться необходимая ликвидность? Эти и другие вопросы нужно еще решать. А мы переходим к четвертому пункту. Это институциональные денежки. Многие люди могут начать сейчас ненавидеть меня за то, что я поставил это на четвертую позицию. Но институциональные деньги были тем, что действительно подтолкнуло нас в прошлом году. У нас есть такие продукты, как BACT, над которым сейчас работает и Нью-Йоркская фондовая биржа. Появляется множество связей с традиционными фондами. Есть фонды, которые предлагают институциональные решения или решения по хранению криптовалюты. Все это создается прямо сейчас. Номер 3 в моем списке это СТО. Или же предложение секьюрити токенов. Кто-то называет это новым поколением ICO. А много кто назовет 2019 год годом СТО. Потому что СТО решает многие проблемы, которые происходили в пространстве ICO. СТО позволяет компаниям, которые могут выпускать СТО, напрямую сообщать фактические проценты своей прибыли. Грубо говоря, СТО это токенизированные акции компаний. А значит акции, ценные бумаги, облигации и все остальные проявления традиционных финансов можно перевести на блокчейн, создавая программируемые токены с помощью СТО. СТО или ICO? Пишите в комментариях свой выбор. А сейчас мы видим, что люди постепенно переходят с рынка ICO на рынок СТО. Просто введите хэштег СТО в какой-либо социальной сети и вы увидите множество амбассадоров, советников и инвесторов СТО. Если СТО такая важная вещь, то почему я поставил ее всего лишь на третье место? Потому что есть недостатки. К примеру, инвесторы должны будут проходить процедуры по идентификации клиента, противодействию отмыванию денег и иногда будут вынуждены даже получать аккредитацию SEC. То есть, если, к примеру, люди из США и ЕС торгуют между собой, им придется выполнять правила регулирования и США, и ЕС вместе. И это будет полнейшее безумие. К тому же, токены СТО можно будет продать только аккредитованному инвестору. Короче говоря, это будет совершенно не так свободно, как в ICO. Зато, как минимум, мошенничества в этой сфере будет меньше. Хотя, конечно, скамы тоже будут иметь место. Именно поэтому Китай уже сказал нет СТО. Второй пункт в моем списке это игровая индустрия. В течение прошлого года я наблюдал за множеством игровых проектов. Все мы помним игру криптокотики. На стадии демо-игры они уже продали котиков на 12 миллионов долларов. Но, к сожалению, удерживать большое количество игроков в течение длительного времени им не удалось. Если вы посмотрите на ежедневных активных пользователей, то их меньше тысячи. И это вообще нехорошо. Что же будет происходить в 2019-м? Я думаю, игровое пространство будет уходить от моделей криптокотиков. Модели, которая ориентирована просто на заработок денег. Игроки хотят получать удовольствие от игры. Поэтому 2019 год станет годом осознания этого разработчиками криптоигр. Уже сейчас многие проекты напрямую интегрируются с игровыми движками, которые разработчики используют для создания новых игр. Я думаю, что в этом году криптоигровая индустрия станет подключаемым программным обеспечением, которое будет работать, например, на PlayStation, на ПК или на мобильном устройстве. Как мне кажется, будет много проб и ошибок. Много неудач в первой половине года. Но во второй половине множество игроков, наконец, смогут прийти и просто испытать новые криптовалютные игровые платформы. Это будут действительно революционные платформы. Потому что игроки будут получать вознаграждение за пользование ими в криптовалюте. Это будет настоящий киберспорт на блокчейне. И встраивание его в целую экосистему, где киберспортсмены смогут соревноваться друг с другом, зарабатывая вознаграждение, с моей точки зрения, просто здорово. Особенно вознаграждение сделают такие платформы успешными. Ну, потому что хотя бы комиссионные навод и вывод средств нужно покрыть, а то они сейчас достаточно высокие. И номер один в моем списке, это, конечно же, Lightning Network и другие способы решения масштабируемости. В прошлом году мы отчетливо поняли, что, черт возьми, биткоин плохо масштабируется. Биткоин работает со скоростью 7-15 транзакций в секунду. Поэтому во времена перегрузки сети мы точно не будем готовы к этому. Нам нужен способ масштабирования биткоина, эфириума и любой другой криптовалюты. Сейчас на экране вы видите динамику роста Lightning Network. У нас есть ноды в количестве 2000 штук, емкость сети 524 биткоина. Lightning Network это способ получить мгновенные переводы биткоина с минимальным размером комиссии. Правда, сейчас это не очень популярно, потому что многие говорят, что такого молниеносного перевода никогда не будет. Да и адекватного способа легко использовать Lightning Network пока что тоже не существует. Поэтому неудивительным будет появление таких криптовалютных кошельков, которые изначально будут поддерживать протокол Lightning Network. И на этом сайте уже можно найти такие. Таких приложений будет выходить все больше. Но самой решающей силой на этом пространстве я считаю, конечно же, биржи. Если они внедрят этот протокол, то это будет нереально круто. Что ж, ребята, согласны ли вы с моим списком криптотенденций на 2019 год? Пишите свои мысли в комментариях. А меня зовут Богатейший Ди. Скоро увидимся. И не болейте. Субтитры подогнал «Симон»!